еще раз добрый день уважаемые дамы и господа голос здравого смысла так называется программа леона вайнштейна здравствуйте леон хак песок самих с праздником вас дорогой леон спасибо большое я я люблю вот я на самом деле очень люблю два праздника один это вот пасовр песок папа как я при обычно его называю до предмет так а второй день благодарения я понимаю что он совершенно разных как бы но для меня очень много смысла есть и в том и в другом один это исход из из рабства причем исход не только физически но и моральные потому что бог заставил 40 лет ходить по пустыне кругами я понимаю там негде было по-другому ходить 40 лет для того чтобы последний раб тысячи к рабской психологии с рабским ощущением а скончался и тогда открыли что называется ворота в новый мир в новую страну я очень хорошо понимаю это потому что я не оспариваю таскать некие слова библия просто говорю что для меня это аллегория что войти в мир свободы может тот человек которого из которого выдавали на уже рабство причем рабство бывает это когда ты раб это в этом господин то есть вот это вот взаимоотношения с другим человеком с позиции таскать я либо я ему принадлежу либо он мне предложит вот вот это рабская психология из нее ее до выдавливать ты отвечаешь за свои поступки ты делаешь то что ты хочешь делать не нарушая основных законов взаимоотношения между людьми там 10 за победе плюс мораль и а ты отвечаешь успех твой ты его тогда делишь с людьми а неудача поражение она твои это не на кого его не вешаешь он тоже твой вот один благодарение просто безумно люблю потому что даже может быть даже не самого как бы вот изначально смысла праздника из-за того что у нас принято за столом а семья уже довольно большая и друзья любят приходить к нам на этот праздник мы садимся и мы все по очереди рассказываем кому за что мы благодарны и это такая потрясающая возможно сказать людям слова которые обычные в нормальной жизни ты не скажешь что вот я просто жду этого момента чтобы сказать и детям и уже внукам которые начали понимать да и же не обязательно и друзьям а почему я их люблю за что их люблю и просто что я их люблю правильно ну хорошо праздничные слова мы произнесли наше отношение к праздникам с чем это связано как это про и про происходит а теперь давайте вернемся на нашу грешную землю предметом обсуждения предметом предметом истерики стало предложение илона маска приобрести твиттер истерика поднялась неимоверная ну и к слову сказать там принц саудовский который является одним из шер холдов причем он держит по моему пять процентов чуть меньше пяти процентов было потом он немножко сбавил чуть ниже пяти но неважно он конечно же не согласился то есть они отвергли это предложение но на этом дело похоже еще не закончилось вот об этом если можно учиться или за чем она захочется точно не закончилась начну ситуация следующая а если кто-то пропустил я немножко сначала расскажу дело в том что в нашем медийном так называемом пространстве особенно в технологических его сферах там как как социальные сети там twitter facebook youtube telegram instagram там то сказать и т.д. и т.п. абсолютно захвачены то что называется леваками то есть не просто там членами там какой-то партии да а людьми которые угрюмо и и безжалостно пытаются выдавливать свободу слова при этом крича что они не выдавливаются вот слова а они значит разговоры разговоре ненависти выдавливают как только им что-то не нравится например тип того что я мне нравится трамп скажу я о это разговор ненависти вот ну бы не мне не свободу слова ущемляем абы и поэтому с моей точки зрения в значительной степени то что произошло на выборах вот трамп против вайдена произошло ну кроме всех так сказать там подлогов и тому подобное которые были еще и невероятно задурили народ невероятно обманывали народ не допускали для него никакую информацию которая могла повредить там той стороны демократам засовывали огромное количество обманов которые могли привести к тому что люди могли сам скажем нет не идти голосовать за трампа то есть проделывали такое что не должно быть в нормальной дескать демократической обществе демократическом да вот вдруг человек который в хай-теке наверное является лидером борьбы за за свободу слова иван маск выясняется что он в течение там последних трех месяцев а скупал и скупил 9 и шесть десятых процента а твиттера что по моему добро или 30-35 миллиардов долларов я могу оживаться я просто последний раз смотрел до до того как он взлетел из-за этого таскать по моему по моему там было где-то в районе 40 миллиардов долларов стоил твиттер то есть вот где-то там за за три с половиной в районе четырех он купил почти десять процентов твиттера значит естественно так как он а и стал в связи с этим самым большим владельцем акции больше чем у человек который придумал твиттер больше чем те которые финансировали самого начала и тому подобное значит по моему следующий самый крупный кусок принадлежит вот как раз саудовскому принцу который так сказать помог я бы сказал так вот на второй стадии финансирование твиттер он вложил основные деньги значит а это миллиарды 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 долларов значит купил купил илон маск эти почти десять процентов и естественно ему предложили так называемое место в совете директоров потому что искать у нас только крупный акции держатель что совет директоров если может быть по закону не обязан но по всем так сказать устоян там и тому подобное должен предложить ему это илон маск вроде бы согласился а но прочтя договор который он должен был подписать чтобы начать его нанимают нанимают как бы членом совета директоров приглашают членом директоров а но значит ты должен так сказать подписывать договор что ты можешь делать что ты можешь что ты будешь делать что ты обязан что ты не обязан там и тому подобное и там было написано что одним из пунктов что если ты становишься членом совета директоров ты обязуешься не выкупать больше чем помытом пятнадцати шесть или шестнадцать пять процентов а значит акции твиттера тогда он сказал что он делать этого не будет и сразу же у всех и и и и владельцев твиттера со владельцев твиттера и тому подобное возникла идея того что значит он собирается вообще раскрыть попытаться выкупить большинство или все акции твиттера если он выкупает большинство то есть имеет 51 процента он уже может так сказать говорить что делать кому и как а если выкупает свой твиттер который из-за его из-за его дескать в прихода он так сказать сразу же поднялся в цели то значит купи купив юн немедленно может делать вообще все что он хочет прошел владелец и все остальное уже отский совета директоров ни прочее не работают и он так сказать может теперь делать все что он хочет назначать норму директоров обчинников и назначать это его личное собственное частная становится а вы так люди сразу занервничали потому что значит того чего они не хотят это они не хотят никакой свободы слова не дай бог в америке вот если твиттер становится местом где любые Мысли, идеи и тому подобное Можно высказываться В него возвращается Трамп В него возвращаются кучи других людей Которых оттуда выдавили Закрыли по совершенно каким-то смехотворным Идиотским причинам Без причины и тому подобное Иди разбирайся Действующего президента США Они взяли и вырубили Потому что им не понравилось, что он начал говорить Соответственно Началась паника Среди сотрудников Твиттера Которые такие же оголтелые, извиняюсь, идиоты Как и руководство Кроме того Люди, у которых было небольшое количество акций Очень обрадовались этому Потому что акции взлетели Через некоторое время По-моему, 3-4 дня тому назад Сказал Новый, самый большой владелец Илон Маск Акции Твиттера Сказал, что он готов Предложить Выкупить все существующие акции Твиттера Вообще все, которые существуют Обращается к этому совету директоров Они обязаны это рассматривать И он предложил им цену Которая приблизительно на 30% Больше той По которой он покупал Вот свои акции То есть, иными словами Те, кто держит там деньги Не по идеологическим соображениям А просто потому что эти деньги Это прекрасно Представляете, взять На 30% Вложил там Миллион Получил Миллион Триста Или там Вложил 100 миллионов Получил 130 миллионов Там и тому подобное Если вы вложили Один доллар И получили Доллар 30 То вам это не очень Конечно интересно Разговорить О других Всяких Пенсионных фондах Там и тому подобное Которые вкладывались Так вот Люди, которые Пошли туда Из-за денег Я думаю Что радостно Согласятся Но те Которые Во главе Они идеологи И они Ни в коем случае Не хотят Позволить Условно говоря Республиканцам Играть На равном поле Консерваторам Поэтому Они будут Бороться С Маском С всеми силами Есть несколько Способов Борьбы С такими Это называется Хастл Тейковер То есть Как бы Никто тебя Не просил Ты просто Приходишь И все Ребята Хочу Купить Всю вашу Компанию Вот я вам Предлагаю Такую-то Цену Значит Обратился Как ты уже Сказал Маск К второму Шилхолдеру Значит Махмуду Бин Забыл Как его Салимана Вот И предложил Выкупить его Часть И сказал Что нет Я не для того Вкладывался Для того Чтобы делать Вот сейчас Сиюминутную Прибыль А я хочу Расти вместе С компанией Ну может быть Они договорятся Что Маск не будет У него Укупаться А он тоже Останется там И они будут Как бы Совместно Владеть этим Но по крайней мере На данный момент На столе У совета Директоров У председателя Совета Директоров Твиттера Лежит Предложение Маска И он обязан Его рассмотреть И Они Если Совет Директоров Вдруг сделает Что-то Что против Интересов Акции Владельцев То акции Владельцы Будут судить Немедленно Поэтому Это не то Что там Подумали Подумали Коля Пошел ты Маск Подальше Нет Так сделать Нельзя И Маск В том числе Тоже будет Их судить Потому что Он такой же Точно Акции Держатель Как все остальные Значит Что могут Они Сделать Это Они Могут Предложить Существующим Владельцам Купить Акции Твиттера По Очень Заниженным Ценам Это Их Внутреннее Дело Они предлагают Это Своим Со-хозяевам Купить Пропорционально Той доле Которая У тебя Уже Есть Для того Чтобы Очень Затруднить Потом Покупку Значит Уже Это Самое Всего Твиттера Выкупку Тем Человеком Илоном Который Который Это Предлагает Есть Еще Там Несколько Способов Пытаться Бороться С Людьми Которые Приходят И говорят Мы Хотим Купить Все Ваше Предприятие Но По крайней Мере Илон Уже Сегодня Маск Сегодня Сказал Что Если Они Сделают Что-то Что Является Политическим А не Экономическим То он И другие Владельцы Будут Их Судить Вот Приблизительно На этом Этапе Мы Находимся Что Я хочу От себя Сказать Что Это Было Просто Гениально Если Хотя Бы Одна Сеть Самая Большая Из них Твиттер Оказалось Бы Даже Не В руках У правых Я Не хочу Чтобы У правых В руках Что-то Было Я хочу Чтобы Было На то Что Ты Высказываешь Мысли Которые Не нравятся Толь Коммунистической То ли Там Какой-нибудь Еще Партии Демократической Как она Там Сейчас Называется Соединенных Штатов Америки Абсолютно Окей И еще Одна Тема Значит Губернатор Флориды Де Сантис Подписал Закон О Правах Родителей Опять Развернулась Компания Атаки На Губернатора Истерия По поводу Дон Сей Придумали Там Там Слово Гей Вообще Не упоминается В этом Законе В общем Голливуд Провел Там Гей Найт Всякие Марши Всевозможные Так сказать Выступления Массовые Все 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 Но В то же Время Если Китай Дает Команду Там Warner Brothers Фильм По-моему Называется Фантастические Твари Фантастические Твари И Там Шесть Секунд Диалог Между Двумя Персонажами Которые В отношении В гомосексуальных Китай Говорит Так Вот Это Вот Исключить Чтобы Этого Не было И Warner Brothers Раз Под Козырек Есть Слушаем То же Самое Происходит Скажем Чемпионат Мира Будет Проходить По-моему Саудовской Аравии Принц Один из Принцев Там Пишет Что Если И Адидас Который Устраивал Там Трансджендерные Шествия Во время Марч Мэднес Тем Не Менее На Этих Условиях Спонсирует Чемпионат Мира По Футболу То есть Корпорации Вот Здесь Они У Нас Такие Все Прям Куда К Чёрту А Что Касается Заработать Денег В Китае Там Или Ещё Где Нибудь Они Тут Прогибаются Ну Что На самом Деле Показывает Только Одно Серёжа Здесь Они Зарабатывают Очки То Деньги Доллары На Том Что Они Поддерживают Геев А Там Они Зарабатывают Деньги И Прочее Что С Этим Связано На Том Что Они Поддерживают Не Поддерживают Геев Или Поддерживают Прямо Что Противоположное Ничего Кроме Абсолютно Холодного Расчёта В этом Нет И Что Показывает Что Руководству Этих Корпораций Всех Старли Корпораций Глубоко Наплевать Они Просто Смотрят Куда Дует Ветер Здесь Куда Дует Ветер Там И Прочее Это Я Не К тому Что Мне Это Нравится Или Не Нравится Я Просто Объяснение Ситуации Что Происходит Мне Не Нравится Это Но В конце Котцов Я Скажу Так Вот Я Когда Иду Покупать Велосипед Для Ребёнка То Я Не Думаю Этот Велосипед Сделан Металл Он Привезён Откуда Или Что-то Ещё Я Просто Смотрю На Этот Велосипед Может Быть Какая-то Страна Я Точно Знаю Что Я Не Хочу Чего-то Деньё Покупать С Протеста Я И Проверю Что Он Из Страны В основном Я Иду И Смотрю Хороший Лёгкий Хорошо Ходит Фирма Нормальная Можно Обратиться Если Сломается Чего-то Это Транзакция Это Бизнес И Абсолютно Так Должно Быть И Это Нормально Это Называется Различие Отличие 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 То Что Называют В мире Политической Демократией От Демократии Экономической Заключается В том Что При Политической Демократии Там У нас Ребен Происходит Выбор Этот Тот Иденификация Идет И прочее А В Экономической Демократии Ну Ну Наплевать Эти консервы Произведены Я не знаю Там В городе Таком Или Штате Этом Или Руками Китайцев Или Руками Индусов Ну Совершенно Все равно Теперь Главное Чтобы Они были Хорошего Абогатиста По Хорошей Цене С одной Стороны Так С другой Стороны В Действиях Корпораций Присутствуют Порой Политические Мотивы Скажем Гугл Потому Что Это Выгодно Это Выгодно Разница Между Вот Этими Вот Ну Скажем Те Которые Считают Что Сношаться Извиняюсь Вступать В половые Отношения Одно Половые Отношения Так Они этим Гордятся Почему То Вот Они этим Гордятся Устраивают Парады Шествия Гордости Я Никак Не могу Понять Почему Этим Гордиться Надо Я Также Не могу Понять Почему Это Все Время Кричать О О том Вот Какой Ты Особенный И Чем Ты Отличаешься От Других Я Транжендер А я Черный Мне всегда Казалось Я Когда Приехал В Америку У меня Было Такое Ощущение Что Мы Когда Занимаемся Тем Что Мы Пытаемся Не Увидеть Color Blind Как Здесь Говорили Пытались Не Увидеть Цвета Человеческой Кожи Или Его Уши Или Ноги Или Толщину Или Водорост Мы Пытались Увидеть Человека Если Человек Тебя Устраивает В зависимости С того Что От него Хочешь То Это Человек А не Его Толщина Не Его Водорост Не Его Пол Не Поэтому Мне Безумно Странно Все Эти Обязательные Выкрики О Что А я Толстый Или Я Молодой Или Я Старый Или Что То Еще Я Черный А я Зеленый И Постоянное Желание Это Выпитить Но Самое Наверное Главное Что Из-за Этого Ты должен Как-то Ко мне По-другому Относиться Вот Это Бредятина С Сжиться Здесь Сельдер Штат К Америки В Новых И Поэтому Мне Не только Поэтому Еще По-другим Поводам Но Одно Из Что Мне Больше Сегодня Нравится Здесь Это Что Мы Теперь Вдруг Стали Все Ребе Смотреть Не На Человека Какое Прочее А на Какие Другие Его Качества Врожденные Или Приобретенные Которые Не Должны Нас Волновать Ну Да Это Можно Отнести Вот В частности К Назначению Судьи Верховного Суда Два Критерия Она Явный То Что Назвается Здесь Партизан То Есть Человек Который Если Я Чуть Чуть Шире Это Возьму Меня Всегда Поражало Что Значит Девять Человек В Черных Мантиях Которые Все Изучали Одну И Туже Конституцию Которые Все Изучали Одни И Те Законы У Каждого Свой Опыт У Каждого Своё Понимание Что То Ещё Но Как Принцип Есть Конституция И Они Должны Усеться И Обсуждать Это Что То Оно Соответствует Конституции Или Нет Пока Мы Не Понимаем Ну Верховный Верховный Суд Верховный Я Знаю Точно Ну Может Кроме Одного Человека Иногда Кто Как Будет Голосовать Но Это Полный Бред Это Значит Они Голосуют Не Конституцию Они Голосуют По Конституции Они Голосуют По Ощущению По Убеждаю По Сердцу Они Голосуют Потому что Иначе Вот Эти Вот Менялись Все Время Эти Пет За Это А Потом Эти Двое Соединились А Потом Эти Трое Соединились То Есть А Потом Все Они Вообще Разбежались Долго Там Собирались Вместе А Когда Мы Точно Знаем Что Пять Человек Так Будут Голосовать А Четыре Будут Голосовать Так То Задача Любого Президента И Любого Конгресс Это Засунуть Туда Людей Которые Будут Голосовать Так Как Они Хотят Потому Что Они Будут Руководствоваться Никаким Хрену Основным Законом У нашей Страны А Будут Сердечным Велением Так Зачем Нам Нужен Суд Из Самых Взял Любого Агитатора Посадил Туда Будет Точно Так Голосовать Вот Когда Я Делюсь Этим Вот Эта Дама Она Меня Пугает Она Молодая И 50 лет Обычно У них Спокойная Довольная Жизнь Они Хорошо Питаются И Ухаживают За Ними Хорошо Они Живут Долго 85 90 Очень Часто Не Уходят Пока Их Не Унесут Вперед Ногами И Она На 30 Как Минимум На 35 Лет Сидит Там А Она Абсолютная Активистка Я Никак Не Могу Понять А Чем Она Таким Проявила Себя Там А Я Знаю Чем Я Проявлял Там Еще Какие Довище А Чем Она Никак Не Могу Понять Только Исключительно Потому Что Она Писала Все Время Очень Левые Давала Заключения На Всякие Вещи Кстати Говоря О Возрасте Ваш Сенатор Дайан Файнстейн Который По Моему 88 Лет Похоже Речь Идет О Том Что Она Уйдет На Пенсию Не Может Быть Последний Случай Она Только Перед Нагами Нет Последний Случай Был Кто-то Из Корреспондентов Брал У нее Интервью Причем Они Знакомы Лично С Этой Журналисткой На Протяжении 15 Лет Хорошо Знакомы Так Вот Во Время Интервью Журналистка Вынуждена Была Несколько Раз Представляться Подумаешь У нас Выходит Президент И Не Помнит Он Не Помнит Кто Он Президент И Вице Президент Тело То Подруг То Есть Геронтология Вообще Да Основная Основной Признак Умирающего Режима Это Когда Во Главе Этого Режима Больше Половины Народа Старцы Кстати Сказать Это Относится К Республиканцам Сенатор Гресли Которые Довольны Мне Мучительно Его Слушать Я Уже Об Этом Не Раз Говорил Когда Он Выступает Что-то Говорит Для Меня Такое Напряжение Мне Мне Так Жалко Ему 90 Лет И Он Человек Который Руководит Сенатом И Он Себе Я Его На Дух Не Переношу И Он Ему 90 Лет И Он Намерен Переизбираться Ну Зачем Ну Ну Ему Хочется А Там Внутри Никак не могут договориться Кому вместо него Хотя Нужно Отдать Должное Вот Он На Пару С Сенатором Джонсоном Из Вискансина Подняли Этот Вопрос С Хантером Байненом И Благодаря Им Как бы Что-то Начало Шевелиться И Даже Проститут Масс Медиа Начали Реагировать В какой-то Момент Партия Должна Говорить Партия Долго И существует Что-то Такое Направляет Должна Говорить Знаешь Что Ты Любимый Наш Потрясающий Давай Мы Дадим Должна Зиц Начальника И Самого Большого И Самого Крутого И Тому Подобное Будем Тебя Носить Каждый День По Городу И Целовать Тебе Попу Но Давай Мы Сейчас Найдем Человека Которого Ты Представишь Ты Скажешь Что Это Мой Духовный Сын Или Дочка Неважно И Засудим Потому Что Если Это Случится То Кто Угодно Может Пройти Давай Сделай Пока Мы Леон Давайте Мы Сделаем Небольшой Перерыв Для Наших Радиослушателей Я Напомню Номер Телефона В студии 847 400 5200 Если Будут Вопросы Или Комментарии Пожалуйста Звоните Возвращаемся В программу Леона Майнштейна Голос Здравого Смысла Телефон В студии По-прежнему 847 400 5200 Все линии Для вас Открыты Еще Одна тема Которую Мне Хотелось Затронуть Вновь Начинаются Разговоры По поводу Ковида Ну Во-первых Продлили Обязательное Ношение Масок На транспорте Еще На 15 Дней Я вспомнил 14 дней Помните Чтобы выровнять Вот эту С самого начала Нам сказали На две недели Да Кривую Выровнять Чтоб Флэт Сделать Ее Такой Ровной А вот Сейчас На 15 Дней Похоже Они С этой Темой Не успокоятся Или попытаются Еще раз В канун Выборов Предпринять Какие-то Шаги Был Создан Комитет Я Сейчас Как бы Мне Как же Он назывался Комитет Экономики Являния Что-то такое По развитию Или процветанию И вот Они оценивали Деятельность Губернаторов И штатов Результаты Вот Мер принятых По борьбе С ковидом И конечно же Для вас Не секрет Для меня Не секрет Для леваков Конечно Это открытие Они в это Не верят Самые Мерзкие Последствия Деятельности Губернаторов Это Штат Нью-Джерси Штат Нью-Йорк Штат Калифорния Штат Иллинойс И Вашингтон Ди Си Показатели Были Там По экономике По Смертности И так далее То есть В тех штатах В которых Предпринимались Наиболее Жесткие Меры Где они Убивали Нахрен Экономику Где они Калечили Детей Так сказать Закрывая школы Открывали Их После Всех Позже Чем Другие Штаты Результаты Весьма И Весьма Плачевные То есть По Смертям И По Экономическим Показателям Штат Флорида Который Как известно Очень быстро Так сказать Сообразил Что К чему И Отрек Принял Свои Меры Наоборот Менее Жесткие И Наоборот Отпустил Вожжи Штат Южная Дакота Который Вообще Намного Более Благоприятнее Интересно Я не знаю Этого Исследования Потом Сбросишь Мене Подскажешь Мне Где Оно Я С удовольствием Почитаю Да Конечно Ну Я бы сказал Так Что Я очень рад Что Кто-то Занимается Вот Такими Вот Расследованиями И Кто-то Считает Статистику Потому Что Я Раздумал Что Наше Правительство Будет Всеми Силами Пытаться Не Давать Статистики То Опять Статистика Тоже Что Звучит Продажная Девка Капитализма Я Может Так Но Когда Есть Какие-то Факты Ты Уже Можешь Сам На Них Посмотреть Я Думал Что Они Будут Пытаться Факты Так Заморачивать Так Не Давать Им Просочиться Потому Что Очень Много Выводов Можно Из Них Сделать Например Я Очень Хотел Получить Я Сколько Человек Умирало От Разнообразных Болезней В Последние Скажем Пять лет Да И Посмотреть Есть ли Какое-то Изменение В Количестве В Количестве Этих Самых Смерзей Это Я Скинул Сейчас В Скайп Ссылку Это Вашингтон Пост Спасибо Большое Спасибо Дальше Меня Очень Интересует Следующая Информация Проверить Сколько Люди Умирало Уходило Посмотреть На Все Болезни Которые Могли Быть Сопутствующими При Ковиде Или Ковид Могут Сопутствующим При Этих Болезнях И Я Почти Уверен Что Мы Нашли Что Там Скажем От Последствий Гриппов Которые Обычно Погибало От 20 До Куча Куча Других Заболеваний Герондология Которые Люди Умирали Просто От Того Что Они Таскать Ну Отказал Какой-то Орган Или Чек Пожилой Просто Системы Перестали Работать А Но При Этому Его Может Быть Был Или Был У Соседей Ковид То Его Тоже Приписали Ковид То Есть Вот Такой Статистики Нигде То Есть Так Я Уж Пытался Найти Думаю Что Окиньте Следователи Где-то Могут Это Сделать Но Я Сели Перед Своим Компьютером Не имея Ни Никаких Доступов Там Никуда Не Могу Меня Очень Интересует Занятость Госпиталей В Период Ковида Потому Что Нам Все Рассказывали Что Госпиталя Переполнены И в Нью-Йорке Просто Ни одной Койки Свободные А мне Друзья Звонили И говорили Вот Смотри Сейчас Видишь Мой Телефон Я Поворачиваю В ту Сторону Вот Госпиталь Я захожу Очереди Нету Народу Почти Нету Практически Все боятся Ходить В госпиталь Потому Все боятся Заразиться И он Пустой Подходили К каким-то Там Дянечкам Или прочее Говорили Тут у вас Народа Много Какой Много Почти Никого Нету А мне Рассказывают Что они Переполнены И поэтому Надо было Открывать Четыре тысячи Коек В Джефферсон Центре Просто так Потратили Много Миллионов Долларов Чтобы Открыть И Ни Одного Человека Туда Не Привезли Но Шумиху Устроили О том Что Все Переполнено Все Умирают Просто В морге Прямо Вот Сейчас В морге Засовывают Людей Прямо Вот Здесь Перед Белями Да И Т.д. Тоже Не Могу Получить Эту Статистику То Ее Раньше Всегда Легко От Государства Было Получить Затем Тебе Лезть В Какую То Газету На Самом Деле Это Нью-Йорк Таймс Написала Статью Я вам Переслал Линк На самом Деле CDC Признали Что 40% Госпитализированных Людей Пациентов Которым Поставили Диагноз Ковид Они Поступили В госпитал Это Воленский Официально Признала Что 40% Они Поступили По Другим Основаниям Ну Просто У кого-то Обнаружили Взяли Тест И Обнаружили Без Всяких Симптомов Ковид Что Касается Тестов Мы Тоже Знаем Что Тесты 50 На 50 Они Наполовину Врали Вот У меня По Этому Поводу Есть Младшая Дочка Которая Когда Была Звучит Ходила В школу То Она Признавалась Только В том На Чем Ее Уже Поймали А На самом Деле Было В 10 Раз Больше Если Она Не Уверена Была Что Это Уже Знаешь Она В Время Никакой Варианта Нет Они Признались В Этому Я Подозреваю Что 80% А Не 40 Вполне Возможно Да И Кстати Когда Вы Говорите О Деньгах Которые На Огромном Судне Развернули Там В Центральном Парке Полевой Госпиталь Огромный У нас Этот Идиот Потскер Потратил 60 Миллионов В Маккормик Центре Сделали Госпиталь И Ни Одного Пациента Вообще Никак Тут Ж Зак То Под Шумок Устроили Такое Раздербанивание Денег Такое Воровство Наглое И Ничего Когда Знаешь Когда Это Происходит Там У Власти Там У них Нету Свободные Прессы И тому Подобное А здесь Ты думаешь Боже Ты мой Ну Как же Так Можно Так Переделать Так Переломать Такую Замечательную Страну Чтобы Кормушкой Чтобы Стала Кормушкой Просто Не Предметом Гордости Который Они хотели Воспитывать Своих Детей Который Хотелось Участвовать В парадах Гордиться Тем Что Американец Вместо Этого Мы гордимся Тем Что Мы Геи А тем Что Американцы Нет И воруем Деньги И еще Одна Тема Хотим Мы Этого Или Нет Она Связана И С Украиной И И И И И И Далее Почему Наше Правительство Или Наш Руководитель Ведет Себя Таким Образом Почему С Таким Скрипом Проворачиваются Колеса Помощи Украине Мы Предполагаем Что Между ними Было Определенно По Хронологии И Складывается Впечатление Что Что Между Россией И Байденом Была Определенная Договоренность Вы Помните Когда Выступали Наши Военные Эксперты Наш Министр Глава Генерального Штаба Они Заявляли О том Что Там 24 Часа Для Того Чтобы Взять Киев Потом 48 Часов Потом 72 Часа То Они Выдавали Потом Они Говорили Что 16 Нападут Россия Нападет Потом То есть Они Выдавали Информацию Как Говорит Андрей Лорионов Что Эта Информация Не могла Быть Случайной Утечкой Это Информация Которую Получил Бернс Который Посетил Путина Лично Поехал Накануне Ездил В Москву Разговаривал С Путиным Разговаривал Там С Патрушевым Со Всеми Этими Спецами И Он Это То То Они Они Делились Той Информацией Которой Их Снабжал Кремль Они Выдавали Эту Информацию Якобы За Развед Данные И Накануне Выступления Накануне Войны Выступал Байден Который Заявил О том Что Если Это Будет Небольшое Вторжение Дескать Ну Ничего Страшного А уж Если Там Что То Как То Мы Посмотрим Как Отреагировать В общем Все Это Настолько Странно Странным Казалось Но Потом Когда Все Это Складываешь Пазл Складываешь Начинаешь Понимать Что Между ними Существовала Какая Договоренность И Поэтому Помощь Такая Все Время Затягивается 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 То Есть Они Дают Как Бо Администр Наша Администрация Не Заинтересована В том Чтобы Прекратить Войну Потому Что Нет Никаких Дипломатических Усилий К тому Чтобы Как То Остановить Наоборот Все Делается Наоборот А Вот Чтобы Продлить Вот Эту Войну Это В их Интересах Это Явным Интересах Потому Что Это Единственное Что Что Может Поднять Его Какой Терренин Хотя Оно Тоже Не Очень Срабатывает Потому Что Народ Начинает Понимать Что Происходит Почему Еще Одна Причина По Которой Они Они Себя Так Ведут Путин Является Посредником В Переговорах С Ираном И Это Не Случайно Потому Что На самом Деле Значительное Там Определенное Количество Российских Ядерных Компаний Которые Контролируются Государствами Получат Миллиарды Долларов Дохода В рамках Этого Нового Соглашения С Ираном Которая Отменит Санкции В отношении Этих Компаний Чтобы Они Могли Наращивать Ядерную Инфраструктуру То есть Россия В этом Заинтересована Поэтому Наши Там Бьются Как Рыба Облет Почему Это Значит Байден Путину Должен Ведь От Этой Сделки Нам Никакой Выгоды Нет От Этой Сделки Ни Нам Ни Нашим Союзникам На Ближнем Востоке Выгоды От Этой Сделки Нет Потому Что Иран Будет Наращивать Свой Ядерный Потенциал Но Тем Не Менее Они Стараются Изо Всех Сил Чтобы Протолкнуть Эту Позорную Сделку Мало Того Израилю Там Смертельная Опасность Угрожает В случае Если Эта Сделка Состоится Оказывается От Этой Сделки Выигрывает Россия Получает Миллиарды И Миллиарды Долларов И Это Еще Раз Подтверждает Мое Убеждение В том Что Байден Играет На Руку Путину Ну Ага Я Слушаю Всегда И с огромным Довольствием Андрея Ларионова Потому Что То Количество Фактов И Так И Что Называется Сопоставлять И Прочее Я Не Знаю Кто Еще Может Кто Еще Обладает Такими Знаниями И Такой Аналитикой В Голове Вот У Меня Просто Подход Когда Я Пытаюсь Анализировать Я Психологии И Здравого Смысла Она Не Сюда Работает Но Но Значит Как бы Вот Но Большинстве Случаев Как бы Работает И Поэтому Я Хотел Попробовать Объяснить Как Я Вижу То Что Происходило Между У Нас Сколько Там Время Еще Есть Еще 10 Минут Да Значит 3 Минуты Я Тогда Займу Дело В том Что Вот У Меня Изначально Было Ощущение Что Договоренность Существует Но Договоренность Существует О В Ходе В Донбасс Закры Может быть Пробивание Так Называемого Они его называют Сухопутный Мост Между Донбассом И Крымом И Либо Образование Отдельного Государства Восточной Украины Восточная Германия Западная Германия По принципу Либо С помощью Вот Этого Надавить На Нынешнее Правительство И заставить Их Переделать Конституцию Под ту Конституцию Которая Нравится Путину Под Путином Я имею ввиду Россия Естественно И поэтому С моей точки зрения И были разговоры О том Что Небольшое Вторжение Потому что Договоренность Была Вы ребята Заходите Вы быстро Все делаете Вы не убиваете Много Гражданских Вы не делаете Вещей Которые Потом На экранах Всего мира Воспринимались бы Негативно Населением Вы позволяете Нам Продолжать С вами Прекрасные Дела Руководство Германии Руководство Франции Кушает Естественно Нефтедоллары Российские С удовольствием Берет Их Как я понимаю Спрямую Они взятки Берут Или вкладывают В их избирательные Компании Или Дают Каким-то Друзьями Я не знаю Подряд В России Но По крайней мере Было Полное Ощущение Того Что Та информация Которая Поступает Через Берса И Байдена К нам Она Не может Как я Много раз Шутил Пьяный Шойгу Ходил По Московским Клубам И рассказывал Проституткам Когда он Собирается Входить В Украину И В какой День С какими 175 тысяч Солдат С четырех Направлений Там И тому Подобное А В то же Время Американцы Все время Говорили Пугали 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 И Было Абсолютное Ощущение Что Запугивание Идет Для того Чтобы Когда Россия Войдет В Донбасс Оттяпает Еще Кусок Донбасса Потому что Они сейчас Занимают ЛНР ДНР Они занимают Только часть Луганской И Этой Самой Господи Донецкой Областей Вот они Скажем Займут Полностью Эти области Они Пробьют Этот коридор Через Мариуполь Скажутся Копаются Закрепятся И скажут Вы себя Не будете Будьте Плохо Вести Мы Будем Бомбить Вам Киев Харьков И т.д Тут Прибегает Байден Все Говнем В белом Фраке И Разруливает Это дело Зеленский Улетает В Америку В изгнание Новое Появляется Некое Новое Правительство Медведчук Или кто-то Еще В голове И Все Прекрасно Все Хорошо Все Счастливы Байден Получает Свою Нобелевскую Премию У него Рейтинг Повышается Здесь До Небес Россия Получает Украину А Европа Перестает Нервничать Что Посредине Европы Есть Такой Очаг Где Стреляют Убивают Взрывают И тому Подобное То есть Всем Хорошо Ну а Зеленский Пошел И живет Себе Значит Но Путину Стали поступать Доклады От его Военачальников Что Во всех Городах Крупных У них Есть Пятая Колонна Она Хорошо Вооружена Деньги Которые Выделялись Пошли На оружие Оно Завезено Оно Во всех Городах Ждет Мы Уже Знаем Что За то Что Это Оказалось Враньем И за то Что Украли Два Миллиарда Денег На это Подраченных Друг Руководитель Пятого Или Шестого Департамента ФСБ И его Первый Зам Они Были Под домашним Арестом Сейчас Перешли В тюрьму Значит То есть Они Лгали Об этом Дальше Мы знаем Что Когда Тиран И диктатор Сидит Наверху То За эти Там 20 лет Все Привыкают Что Ты Выживаешь Только Если Говоришь Ему То Что Ему Хочется Слышать Вот И В финале Значит Он Что Этот Самый Зеленский Трус Там Клоун Там И прочее И прочее Он Тут же Убежит Байден Обещал Его Вывести Оттуда Вместе С семьей Несколько Генералов Мы Уже Знаем Как Минимум Двух Генералов В Украине Уже Подтвердили Россиянам Что Они Обратятся К своим Коллегам И Скажут Давайте Жить В мире С Россией И Возглавят Украинскую Армию Они Тоже Находятся Под Арестом Украине Их Разжаловали Уже Солдаты И Они Находятся Под Арестом Но Все Это Предполагалось Что Это Вообще За 72 Часа Берем Без Сякого Сопротивления Всю Украину И Путин Решил Перехитрить Байдена И Сделал Две Вещи Первое Он Подписал За спиной Байдена Договор С Китаем Ради Того Чтобы Он Не Подписывал Этот Договор Собственно Байден И Старался Так Перетягивать Его На Свою Сторону А Второе Что Он Сделал Без Того Чтобы Зайти В Донецк И Прочее А В Остальных Местах Брятать Оружием Он Взял И Действительно Зашел В Украину И Вот Получился Облом Зелецкий Никуда Не Поехал Украинцы Сказали Хрен Вам Не Пройдете Было Роздано Оружие Армия Встала И Оказалось Что Она Значительно Более Подготовлена Чем Российская Армия Очень Хорошо Сработали Дроны Турецкие Очень Хорошо Сработались Посланные Джовелины Трампом Туда Кстати Половину Джовелинов Доставили А потом Пришел Байден И вторую Половину Не доставил Только Вот Последнее Время А не то Что Трамп Ищет Должен Был Поставить Или Доставляют Туда В общем Пытался Перефитрить Путин Всех И Почему бы Не взять Украину Если Так Легко И Девушки Помчатся На танки Бросать Эти Самые Букеты Все Хорошо Но Получился Облом И Вот После Получился Облом Теперь Совершенно Непонятная Ситуация Байден Не Получил Того Что Он Хотел А Именно Нобелевскую Премию И Взлет Рейтинга А Аминьканские Эксперты Оказались Полными Идиотами Потому Что Вслед За Российской Разведкой Сказали Да 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 Конечно Разлетится Украинская Армия Там В 48 Часов А потом Еще 24 Часа Надо Будет Зачистить Страну От Очагов Сопротивления И Все Закончится То Все Оказались Кошмарные Совершенно Мордой В том Числе Саливан В том числе Бернс И все Остальные И Теперь Они Но я Подозреваю Еще Что у Путина Есть какие-то Бумаженцы На Трампа На Байдена И поэтому Там Панически Боятся Чтобы Ничего Такого Путин Не рассердился И ничего Не начал Миру Показывать Поэтому Делается В новой Ситуации Не помогать Нельзя Но для Того Чтобы Путин Понимал Что Байден Не предал Его интересам Делается Все Для того Чтобы Затормозить Не только Американскую Помощь Но и Помощь Польскую Словацкую Английскую И тому Подобное И вот Сейчас Летал Туда Борис Джонсон В Украину Я так Я понимаю Специально Сказать Ребята Все Хватит Американцы Вели Переговоры Теперь Мы Берем Переговоры На себя Мы Европейцы Польша Будет вам Помогать Турция Будет вам Помогать Мы Будем Помогать Словения Будет Помогать Прибалтика Будет Помогать Мы Больше Не будем Ждать От Дяди Какие То Скажем Указания Что Делать И Второй Человек Который В это же Время Помчался В ту же Сторону Но Долетел До Москвы Это Канцлер Австрии Такая Неизвестная Нам Фигура Австрия Когда-то Была Великая Держава А потом Рассыпалась Австро Венгрия И Приехал К Путину После Чего Доложил Европе Путин А В Москве А не В Алтае В бункере Путин В своем Уме Путин В курсе Событий Если он Даже Не был В курсе Событий Я его Поставил В курс Всех Событий Буча Там И Мариуполь И все Остальное И Путин Мне Сказал Что Он Ничего Прекращать Не собирается Иж Нужна победа Победа И Только Победа То Есть Иными Словами Путин Хочет Воевать Это Та информация Которая Была Принесена Минуя Американцев Потому что Вся информация Шла Через Американцев Вот Впервые Сорвался Кто-то Кто Минуя По статусу Мог Это Сделать Не Через Байдена Минуя Американцев Приехал В Москву Уселся Приседел Там 2-3-4 Часа Они Вышли К журналистам Я Не Помню Что Было Такое Холодное Расставание Когда Учтиво Мило Не Объятие Не Рукопожатие Но Не Было Вот Такого Знаешь Вот Когда Все Пышут Счастьем Холодно Поняв Друг Друг Разошлись Вот У меня Есть Ощущение Что Европа Поняла Что Больше На Америку Рассчитывать Нельзя И Те Кто Хочет Что-то Делать Еще раз Подчеркну Это Турция Это Англия Это Польша Это Словения Это Прибалтика Они Будут Делать Это Сами Леон Огромное Спасибо К сожалению Времени Больше Не Осталось Могли Обсудить Еще Один Май Но Это В Следующий Раз Спасибо Большое До Следующей Встречи Еще Раз С Праздником До Свидания